Мы здесь в Нью-Йорке ради большого шоу Каннелла и Филдинга, но мы не можем, находясь в этом городе, не поговорить с другим топовым средневесом, с чудо-человеком Дэнни Джейкобсом. Спасибо, что присоединился к нам. Что ты думаешь по поводу того, что происходит в Нью-Йорке? Ну, я не думаю, что я не получаю того внимания, которого заслуживаю. Кругу бойцов может и так, но... но не среди болельщиков. Но на самом деле бойцы знают, что к чему. Поэтому сейчас я просто жду своей очереди. Я дам возможность каждому поблистать. Я чемпион и горжусь текущим этапом своей карьеры, поэтому... Сейчас я просто жду больших боев и возможностей. Но я вижу, как многие топовые бойцы избегают меня. Но мы загоним их в ловушку, загоним их в угол, и у них не будет другого варианта, как доказать, кто лучший средневес в мире. В боксе всякое случается, но также в боксе необходимо пользоваться возможностью, как только она постучит тебе в дверь. Я всегда хотел сначала оказаться в одном ринге с Канелло, а потом дать Головкину реванш. Но если бой с Канелло не состоится, я готов выйти с Трипл-Жи снова. Он больше не чемпион. Бой с Трипл-Жи важнее для боя с Чарло или с Сондерсом? Я думаю, что касается больших боев, Трипл-Жи второй в списке. Чарло, наверное, третий или четвертый. Ты живешь жизнью, которую мечтал, или у тебя есть еще большие цели, которых ты хочешь добиться в боксе? Сейчас я живу жизнью своей мечты, так что вы и не поверите. Каждый день для меня такой блаженный. И у меня эйфория каждый раз, когда я просыпаюсь. Я просто рад, что достиг этого этапа своей жизни, но у меня есть и другие цели, поэтому еще ничего не кончено. А какие у тебя цели, помимо бокса и помимо того, что ты фотомодель? Ты всегда пытаешься выпендриться перед нами. Ну, семейная жизнь, мой сын. Я отвожу сына в школу с тех пор, как вернулся с тренировочного лагеря. Каждый день, и это невероятно. Тебе это не надоедает? Или тебе нравится вся эта любовь фанатов? Нет, мне это не надоедает, потому что я знаю, что когда-нибудь это случится. Но вот я не уверен насчет этого, потому что с тех пор, как я тебя знаю, ты рассказывал свою историю, ты ни разу глазом не моргнул, ты не переставал ее рассказывать. Это потрясающая вещь. У меня были великолепные моменты в жизни, но я должен постоянно себе о них напоминать. Но ты всегда благодарен жизни. Послушай, брат, когда у тебя появляется второй шанс, когда ты был прижат к стене, когда ты смотрел смерть их в глаза, все это вынуждает тебя стать смиренным и измениться, и больше ценить жизнь. Как часто ты об этом думаешь? Каждый день. Вот что я вам расскажу. Мой мизинец на левой ноге. Врач сказал, что я не восстанавливаю свои нервные окончания на 100%. И в каком-то смысле это оказалось правдой, потому что у меня постоянно затекает мизинец, и я чувствую покалывание 24 на 7. До сих пор? Да, во время боя. Пока мы тут с вами говорим. Поэтому для меня это является ежедневным напоминанием того, насколько мне повезло, и как я благодарен просто быть здесь. Поэтому я не могу не думать об этом. Бог дал тебе небольшое напоминание в качестве мизинца, помни. Да, именно. С ума сойти, да? Прекрасно. Всегда приятно поговорить с тобой. И я надеюсь, что ты получишь те бои, которые заслуживаешь. Спасибо большое за просмотр. Оставайтесь с нами на Fight Space. Всем пока.